С первого взгляда может показаться, что то, что я сейчас буду рассказывать, имеет отношение исключительно к автомобилю УАЗ Патриот с одним бензобаком. Но на самом деле это не так, и озвученная далее проблема имеет гораздо более глубокое значение и относится по сути ко всему автозаводу УАЗ в целом, ну и его продукции. Но прежде чем начать, хочу прояснить две вещи. Во-первых, официальный дилер это коммерческая компания, которая хоть и сотрудничает с заводом, но является отдельным независимым юридическим лицом, который в принципе заинтересован в своей собственной выгоде. Он может как получить лицензию, так и в связи с какими-то там своими грехами эту лицензию потерять и перестать быть официальным дилером, это совершенно нормальный процесс. И второе, это то, что я сейчас буду рассказывать историю в точности, вот как все было. В некоторых моментах можно не совсем правильно ее понять и возвалить вину или ответственность за то или иное решение на какого-то конкретного человека, который на самом деле этой ответственности не нес. Поэтому попрошу не делать никаких выводов из всего сказанного, а воспринимать вот все в точности, как оно было. Итак, как вероятно вы уже знаете, у меня в автомобиле сломался датчик уровня топлива. При этом бензонасос был абсолютно и остается до сих пор абсолютно исправен. К сожалению, эта проблема носит массовый характер и у большинства людей, судя по всему, происходит после пробега в 25 тысяч километров. Ну и почти наверняка после года эксплуатации автомобиля. Это очень важный момент. Но, к сожалению, сам факт этой проблемы это всего лишь часть гораздо более большой проблемы. А проблема эта заключается в том, что дилеры массово отказывают людям в гарантийном ремонте по этой проблеме. Мотивируют это тем, что гарантия на топливный насос, внимание, не датчик уровня топлива, а топливный насос, составляет 25 тысяч километров или один год. В зависимости от того, что наступит раньше. Ну, а как я только что сказал, почти у всех эта проблема наступает позже. Мотивируют они это тем, что они работают по гарантии в данной ситуации, им предлагается работать по гарантии, а по гарантии ремонт недопустим. Нужна именно замена. То есть берется модуль какой-то отдельный и меняется на новый в случае, если одобрение работы по гарантии имеет место быть. А конкретно в данном вопросе датчик уровня топлива является частью одного большого модуля, в который входит и топливный насос. И, соответственно, дилер несколько лукавен, на мой личный взгляд, заявляет людям о том, что замена вот этого модуля, это является вроде как замена топливного насоса. То есть это датчик уровня топлива является частью топливного насоса. Но это не совсем так, потому что топливный насос это всего лишь маленький металлический цилиндрик, а весь модуль в сборе, это весь модуль в сборе погружной, и как топливный насос его часть, так и датчик уровня топлива его часть. Но, как я и сказал, дилер это коммерческая организация, которая заботится о своей выгоде, естественно, для них выгодно проводить операцию по снятию топливного бака, который является довольно сложной операцией для простого человека, у которого нет доступа к сервису, и достаточно простой для любого, у кого есть набор инструментов и подъемник автомобильный. Ну, а суть проблемы с этим датчиком топлива крайне проста, там отрывается проводок, один из двух проводков, подходящих, собственно говоря, к этому датчику. Получается, что вот точка приварки этого проводка, вот он идет, 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 и здесь просто оборвался из-за вот этого движения поплавка. Причем, вот проводок я его тяну, вот он почти в натяг сюда идет. Был бы он проложен вот с этой стороны от трубочки с самого начала, вот таким вот образом бы, и вот так вот подходил бы. У него было бы значительно больше свободного хода, и, я думаю, прожил бы подольше. Ну и понятное дело, дилер предлагает за счет клиента снять, установить бак, а также просто припаять этот проводок за некоторую символическую плату. Ну, потому что действительно припаять проводок, это очень просто. Теперь возвращаемся не к общему, а к частному, конкретно ко мне. То были разговоры, пусть будем считать несколько абстрактные, а теперь пойдут конкретные. С данной проблемой, с точно такой же, на своей машине я обратился к дилеру Торгмаш. Почему именно к Торгмашу? Ну, потому что, насколько я понимаю, на сегодняшний день в Москве это самый крупный дилер по ВАЗам, и наибольшее число клиентов обращаются с гарантией и с техническим обслуживанием именно к ним. Поэтому именно к ним я и обратился. Я ожидал, что могу получить примерно такой же отказ, о котором я только что описал. И, собственно говоря, после того, как я сдал машину, а сдал я ее заодно и на прохождении ТО, описал эту проблему, мне мастер-приемщик через некоторое время позвонил и сообщил, что да, мол, все то же самое, что я вам только что сказал, в гарантии вам отказано. Да, именно такая была формулировка. И мы предлагаем вам, собственно говоря, припаять этот проводок, потому что проблема известная. На что я сказал, что нет, меня такая ситуация не устраивает. Я считаю, что датчик уровня топлива – это датчик уровня топлива. Насос – это насос. Я здесь ничего не ломал, моей вины в этом нету. Почему я должен это ремонтировать за свой счет, не понимаю. В сервисной книжке строго написано про топливный насос. Мне сказали, окей, без проблем, обращайтесь на горячую линию. А я уже на тот момент обратился, написал и письмо, на всякий случай, и позвонил им по телефону, и сказал, что вот такая вот ситуация. На что мне было сказано, что да, пожалуйста, без проблем, мы присоединяемся к решению данного вопроса. Спросили дилера, спросили, на когда я был записан. Ну и все. Потом, когда я приехал забирать машину с ТО, ко мне непосредственно уже не мастер-приемщик, а мастер из ремонтного цеха сказал, что вот, мол, да, мы можем все это делать. Почему вы, мол, отказались от диагностики, от снятия, собственно говоря, бака и проверки, является отправки, в общем-то, информации заводу на предмет решения. Является ли это гарантийным случаем, либо не является. На что я ему, естественно, сказал, что мне такого предложения не было. Да, но мне напрямую мастер-приемщик сказал, что этот случай будет негарантийным. Он вроде как в этом уверен. Мастер из цеха удивился. Ну, поскольку мы уже привлекли на тот момент, я привлек на тот момент завод к рассмотрению данной проблемы, собственно говоря, продолжать смысла не имело. Надо было ждать именно официального ответа. Официальный ответ не заставил себя долго ждать. Мне снова перезвонили с дилера и сказали, что, мол, приезжайте, да, вот на такую диагностику, что мы снимем бак, проверим все это, отправим информацию дилеру, он примет решение гарантийный случай или нет. Если случай будет негарантийный, ну, собственно говоря, вам надо будет оплатить работу по снятию установки бака. Это нормальная ситуация, так делается. Я, естественно, согласился, но должен сказать, что тут была одна очень важная оговорка со стороны мастера-приемщика. Он сказал, что очень может быть, что завод примет решение о гарантийной работе в порядке исключения, как же с доброй волей. И вот именно этот момент я считаю ключевым. Почему? Потому что проблема эта массовая. Завод о ней знает. Происходит она часто. Насколько я знаю, были уже случаи гарантийного ремонта по этой проблеме и гораздо больших пробегах. То есть, это нормальный ходовой пример, ходовой случай. Здесь не нужно какое-то индивидуальное решение. Это решение должно быть массовым. И, собственно говоря, именно этим видео я и хочу сделать это решение массовым. Я шел к дилеру изначально с твердым намерением снимать видео об этой проблеме, независимо от его исхода. Поменяют мне по гарантии, не поменяют по гарантии. Буду я сам паять, откажут, возьмут снять кучу денег. Неважно, видео в любом случае это вышло бы. Ну и, собственно говоря, не буду долго тянуть время. Скажу, что гарантийный ремонт мне одобрили. Да. Я нигде не говорил о том, что, мол, я там супер популярный или что-то в этом роде. Делайте для меня исключение. Нет. Я хотел совершенно нормального, обычного человеческого отношения без каких-либо скидок. Я полностью доволен общением, которое со мной было. Мне нигде там ничего не навязывали, никак-то мне не угрожали, не дай бог. Нет. Что со стороны завода, что со стороны дилера, как минимум, общение было понятным, нормальным, вежливым. Самое главное, что прецедент создан и погружной модуль в сборе мне поменяли по гарантии. Поэтому, если вы столкнетесь с точно такой же проблемой, не спешите делать это самостоятельно. Обратитесь к дилеру, получите отказ или не получите отказ. Дальше обратитесь по той же цепочке, что и я, к заводу и получите уже решение от него. Если и там какие-то начнутся трёшь-мнёшь, смело ссылайтесь на это видео. Что такой прецедент был. У меня есть на руках копия заказа снаряда, фотографии вы можете видеть у себя на экране. Там понятно, чётко написано суть работ и то, что она была гарантийной. Предъявляйте смело. Ну и если вдруг вам конкретно откажут в гарантии, я думаю, можно будет снять ещё одно похожее видео. Уже не такое радужное. Ну а на этом всё. Надеюсь, это видео было полезным. Я всё-таки стараюсь не только развлекать вас, показывать о том, как я хорошо или плохо провожу время, как у меня что-то там ломается, как я что-то чиню, но и делать всё-таки общественно полезные вещи. Так что удачи на дорогах и до встречи в следующих видео. Всё, пока.